Привет народ, с вами Фенаргот. Что же, буквально вчера вышел патч 7.25. Я сделал для вас обзор основных изменений предметов, а также отдельно обзор изменений героев. Все эти ролики есть на моем канале. Сегодня я еще выпустил обзор фишек и багов в новом патче. Пока они вроде еще работают, ссылка есть в описании. Если вы хотите прочитать более детально о патчах, то это вы можете сделать на Dota2.ru, также ссылка есть. Ну а сейчас вышел патч 7.25. А, он совсем маленький, поэтому я решил кратенько пробежаться по нему в формате подкаста, видео ввода. Собственно, тут из изменений можно отметить только то, что всех героев, которых тут меняют, это тех, кого бустили в 7.25. Кроме MIPA. MIPA вообще там не было. Но вот MIPA поменяли прирост XP, снизили 40% до 30% и также понерфили талант на 10 уровне. Но это нормально. Все-таки MIPA не нормальный герой, но с ним очень сложно, так сказать, обращаться в плане патча. И он очень нестабильный. Ну, поэтому он и редко пикается так. Собственно, у Bounty Hunter понятно, что все начали собирать этот сумасшедший Аганим. И очень много получать с него и голды. Примерно там буквально за несколько минут Аганим окупался, благодаря новому эффекту. Теперь же урон от Сюрикентоса с 15 левелом таланта снизили. Также и Воруемое Золото на 20 левеле талант. Нормально. Найт Сталкер. Ему снизили прирост силы. Также снизили урон от Войда. И на 25 левеле талант также понерфили. Логично тоже, потому что, ну, сейчас я не удивлюсь, если через пару дней вообще выйдет 7.25b и там будут другие герои. Но вот Найт Сталкер мне не так интересен, как Урса. Я в ролике говорил, что Урса вышел какой-то супер сумасшедший и, скорее всего, его будут нерфить. Вот Урса, посмотрите, скорость передвижения была снижена на 5. Уроны в Юри Свайп снизили, да? Хотя в прошлом патче их повышали. И кулдаун поменяли у Оверпауэра. То есть он теперь больше получается на последнем левеле, на первом меньше. Ну, это тоже логично. Ну, и визажу поменяли то, что Грейв Киперсклок Макс Дэмэдж Редакшн теперь фиксировано максимум 80%. Это связано с тем, что вот появились эти дополнительные слои и так далее. И вообще он очень много впитывал урона. И, кстати, хочу заметить, что на дотабафе герои стали очень часто пикать. Вот какой-то такой кратенький обзор. Ну, а сейчас, если вам интересно, мы вот сейчас стримим всю ночь, играем в кастомки со зрителями. Поэтому можете к нам заходить, ссылка есть в описании. Ну, а с вами был Фенаргот и до скорых встреч.